Возвращаемся к сравнительным показателям нашей любимой нефтянки. Итак, выручка. Как мы говорили, у «Газпрома» 92 миллиарда в 2016 году, а у «Лукойла» в 5,5 раз меньше народу работает 81. Дальше идет «Петробраз», а у «Роснефти» 67. Миллиардов долларов в 2016-м, выручка. Кстати говоря, у нее народу почти в три раза больше, чем у «Лукойла». Так на секунду. Но дальше еще ниже. Итальянцы «Конокофиллипс», «Экопетрол», «Сургутнефтегаз» 16 миллиардов. А между прочим, 117 тысяч работающих. Больше и прилично больше, чем у того же «Лукойла». А выручка 16, а у «Лукойла» 81. Ладно, есть такой показатель «Ебеда» 2016 года в миллиардах долларов. Показатель, имеющий прямое отношение к экономической деятельности компании. Желающие могут посмотреть хоть в Википедии. Потому что давайте мы не будем устраивать некоторую энциклопедию юного нефтяника. Все-таки домашнее задание – вещь хорошая. «Газпром» 19, чтобы было понятно. А «Лукойл» 10. «Роснефть» 19 миллиардов. «Сургутнефтегаз» 5. Наивысший показатель – китайцы. Петра Чайна – 36. Немало, немного, но 32 у «Шелла». 32 у «Шелла». Хороший, мощный. И, наконец, третье место – «Эксонмобил» США. 27 миллиардов. Так что по этому показателю капитализации у нас – да. Чистая прибыль. Очень интересный показатель. У «Газпрома» 14,7 миллиарда. У «Лукойла» 3 миллиарда 100 миллионов. Но это огрубленное, тем не менее. «Роснефть» 2,7. «Сургутнефтегаз» минус «Ярд». Убыток чистый. На самом деле, 14,7 «Газпрома» вот в этой табличке мировых рейтингов высочайшее. Первое место у «Газпрома». Ну, браво. Потому что «Шелл» дал 5,1 миллиарда по чистой прибыли. И минуса тоже есть. Например, у «Петробраса» бразильского минус 3,9 миллиарда. У «Конока» «Филипс» минус 3,6. У «Эйни» минус 1,1. У «Шеврона» минус полмиллиарда. Так что минус «Ярд» с «Ургутнефтегаза» плохо, но не катастрофично. А плюсы, да, по чистой прибыли. Очень хорошо российские компании. Капитализация. Ну, вот тут интересно, за сколько купят миллиарда долларов, ежели что, конечно, продадим. Тут показатель на 17 октября 2017 года. Тут свежий, вообще свежейший. Миллиарда долларов. «Шелл» 254. Тут дороже только «Эксенмобиль» 349. «Шеврон» 226. «Газпром». Прости, Господи, 53 миллиарда. «Лукоил» 45. «Роснефть» 59 миллиардов. «Сургутнефтегаз» 23. Ой, как это, да? Не так сильно много. По сравнению с чистой прибылью. Чистый долг. Мы же все прибыль, 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 прибыль. А долги-то тоже есть. Есть. Ну, например, у «Шелла» 73 миллиарда долларов на конец 2016 года долг. У «Газпрома» 32 миллиарда. Но прибыль уж больно хороша. У «Лукоилла» долг 7 ярдов. Ну, нормально. У «Роснефти» 62. 62. И это вызывает огромные вопросы. Потому что это больше капитализации. А вот у «Сургутнефтегаза» с долгом минус 38 ярдов. То есть, прям хорошо-хорошо. Ладно. Извините за назойливость. Вот я эти таблички вам злобно так... Кроме того, максимально объективно. Ну, как есть. Ну, вот что могу, то могу. А без этих данных, как чего сравнивать? Сравнивать утюг с пуховой подушкой? По каким качествам? Запасы коммерческие. Колоссально важная статья. В миллиардах балли нефтяного эквивалента. Потому что «Джейгазовка» тоже есть. Для нас важны российские. У «Газпрома» 105 ярдов. И это самый крупный показатель в мире. Несмотря на то, что геология у нас сейчас в препохабном и препоганом состоянии. Включая нефтяную. Ну, конечно, нам не нужны какие-нибудь горные институты. Его подмял под себя в годы товарыша Ливанова мой любимый миссис. Он у нас теперь факультет горного с увольнением всех, кого можно было уволить. У нас московский геолого-разведочный Мгря. Ну, в очень плохом состоянии. А зачем быть в хорошем? Он прямо в таком центре московском. Там же проблема-то еще. Территория этих вузов. Это она при советской власти строилась все. Там, где должно. Но в правильных районах Москвы и не только Москвы. Но у Лукуэла запасы 17. У Роснефти 53. Надо сказать, что это второй после Газпрома. По нефтяному эквиваленту, конечно, запасы. По Сургутнефтегазу, извините, данных нет. Очень круто, потому что к Эксенмобил запасы 39. Но вопрос, мы на запасах будем жить? Нет. А тогда восполнять? А новые разведывать? Добыча 16-го года. Миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день. Или, если угодно, ребята, добыча. Желающие меня поправить, могут поправить от забора до обеда. Нефтяники так говорят. Да и газовики. У Газпрома 8,8. Это очень высокий показатель. Достаточно сказать, что у Шелла 3,6. У Петрочайной 3,9. У Эксенмобила 4,1. А у Газпрома 8,8. У Лукуэла 2,2. У Роснефти 5,3. И это второй после Газпрома. Ну, Роснефть это компания монстр. Это мега компания. Господи, у Сургут нефтегаза 1,4. Очень-очень неплохо. Затраты на добычу. Ну, или на добычу. Биллиардов долларов в год. По 16-му году. Газпром 7,7 миллиардов затраты. Лукуэл 6, Роснефть 9, Сургут нефтегаз 3. Чтобы было понятно. Шелл 16 затраты. Петрочайна 15. Бритиш Петролиум 16. Шеврон 19 миллиардов на добычу. Так что по этому показателю у нас все очень и очень и очень здорово. Молодцы. Производительность бизнеса. Выручка на человека в миллионах долларов. Ну, давайте посмотрим на этот, ну, такой неприличный показатель. Да? Не очень приличный. Не очень. С учетом численности. 0,2. 200 тысяч у нас на Газпроме на человека. В Лукуэлле 800. А у Роснефти 200 тысяч. Как вот 1,1 к Газпрому. И 100 тысяч Сургут нефтегазе. Извините, ребят. Сейчас буду портить настроение. Потому что у Шелла 2 миллиона 900 тысяч на человека. У Бритиш Петролиум 2,8. У Эксенмобил 2,7. Понятно, да? По численности. А у Шеврона 2. Ну, как-то у нас на порядок. На порядок у Газпрома 0,2. Ну, да. 0,8 это менее обидно. Что там у Лукуэлла? Вообще-то, да. Производительность по добыче. Баррель нефтяного эквивалента в сутки на человека. Тоже интересное кино. У нас 19 в Газпроме. 21 в Лукуэле. Близко. А в Роснефти 18. И в Сургут нефтегазе 12. Это самая производительность, ребят. В Кануко Филлипс американская компания 118 баррелей нефтяного эквивалента в сутки на человек. У Колумбийцев Экопетроу 79. У Эксенмобил 56. У Бридж Петролиум 43. А у Шелла 41. Понимаете, в чем дело? Утешает, конечно, что у китайцев в Петрочайне 8. Но это утешает. Но у всех остальных, ну, как-то очень сильно. А есть разбор, почему такие показатели у них и у нас? Мы еще даже не начали. Мы сейчас пока по цифрам базовым гуляем. И, наконец, капитальные затраты добычи в долларах к барреле нефтяного эквивалента. Кап затраты у нас на нашем любимом Газпроме. Газпроме 2. 2 доллара. У Лукоила 8. У Роснефти 5. У Сургута 6 долларов. К барреле нефтяного эквивалента. Это немного, потому что у нас есть еще шеврон, где 20 долларов на барреле, или Шелл с 12, или Бридж Петролиум с 13, или 17 долларов на баррель у французового Татали. Это все понятно. Ну, хотя бы это там. Но разрыв по производительности очень заметный даже по сравнению с Китаем. Ну, выручка к числу работников минимум полтора раза, а максимум 14 раз расхождение с зарубежными конкурентами. Неприлично. Почему? Обычно говорят о невысокой добавленной стоимости отечественного топливоэнергетического комплекса. На Западе все наладили глубокую переработку сырья из стран третьего мира. Ну, у американцев теперь вопрос своего. Все больше, а третьего мира все меньше. А все заточены под переработку нефтехимпродукции. С добычей дел все меньше и меньше. И на первый взгляд, вроде и факты даже подтверждают. Ну, как-то так вот доля выручки этих секторов все больше и больше и больше. Ну, хорошо. У выручки российских компаний заметный перекос в пользу добычи в структуре выручки. А почему 12 раз разрыв производительности Бридж-Петрулиум у Роснефти? Вот этого объяснить, ну, никак на этой базе нельзя. Более того, до покупки Башнефти у Роснефти объем переработки в натуральных показателях был больше, чем у Бридж-Петрулиум. А как тогда получается? Ну, никак. Два обстоятельства. Западные компании, китайцы и бразильцы, вырываются вперед на реализацию нефтепродуктов, так называемые последние мили. У Ройл Датшилл автозаправочных станций 43 тысячи, у китайского Петро Чайна 27, у бразильской Петро Браз 7700. Российская Роснефть, добывающая вдвое больше французского тоталя, сеть АЗС в недавнего времени была в 5 раз меньше. Более того, западники очень активно занимаются трейдингом чужих нефтепродуктов. Ну, нефтепродуктов Бридж-Петрулиум в 2013 году продавало втрое больше, чем у Роснефти. Ну, смотрите, АЗС у Роснефти по 2016 году 2962, у «Газпромнефти» вообще 1852, у «Лукойла» 5309. У «Лукойла» не только российская сеть, есть еще и американские очень серьезные сети, это и есть факт. А у «Шелла» 43 тысячи, а у «Бридж-Петрулиум» 18, у «Тексанобил» 11. Господи, у «Тоталя» 15 тысяч, у «Шеврона» 19 тысяч 500, а у «Чемпиона» нашего «Лукойла» 5309. Дальше мы сравниваем 43 тысячи «Шелла» и «Чемпионские» 5309 «Лукойла». Слушайте, ну у «Петра Брасова» у «Бразильцев» 7700, да, в три раза почти что больше, чем у «Роснефти». Ну, результат у «Энии» итальянской 4396. Ну, они сильно нас в этом обгоняют. Понятно, а тут тебе и добавочная стоимость, кто помнит Карла Маркса. Что еще? Расстоимость топлива на российском рынке. Ну, мы же нефтедобывающая компания. Гораздо ниже, чем за рубежом. В Европе цены на бензин в два раза выше российских. Тут социалка. Это понятно. А вот в Америке у нас практически совпадают. И, кстати, там все зависит от кризиса, вне кризиса. У нас ничего не зависит. У нас вот больше нефти добыли, нефть стала дешевле, бензин еще дешевле, дороже. Но это наши автолюбители хорошо знают. В Америке, да, кризис, нефть падает в цене, бензин падает в цене. У нас налоговая составляющая в основном в цене бензина. Ну, может, это все очень криво сделано в результате. И в результате экономика страдает. И вместо того, чтобы цыплят было все больше и больше, они все совсем передохли. Знаете, курочка по зернышку клюет, как говорит поговорка, а к осени весь двор загажен. Если уж ее воспроизводить 100%. Ну, понятно, что стратегия выхода на конечного потребителя за рубежом, где это все дороже. Наши на этом заточены. Лукоил строит сети АЗС в Европе, в Турции, а АЗС в России Лукоил продает. И вот весной 2017 года из-за падения рентабельности Лукоил начал думать о продаже более 800 АЗС автозаправочных станций в центральной части России. А в Бельгии, Голландии и Турции увеличивает. Нефть он добывает не в Бельгии, не в Голландии, не в Турции. Он почему-то добывает ее в России. Вопрос, где будет Лукоил платить налоги в АЗС? Я почему-то думаю, что там, где они есть. Ну, по закону, да. Ну, может, я не прав. Но при этом глубокое проникновение Лукоила на западные рынки торговли нефтепродуктами дает Лукоилу фору в производительности по сравнению с Роснефтью. В Лукоиле она в 4 раза выше, чем в Роснефти. А экономика-то корпорации, в том числе, если у тебя на носу и продажа акций, и, ежели чего, капитализация, и привлечение инвестиций. Ну, законы бизнеса ты ничего сделать не сможешь. Сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим. И у нас слушатели уточняют, где Михаил Михайлович Кадаренок. Мы говорили, он был в первом часе. Прослушивайте в интернете. Мы вернулись и продолжается, надо сказать, последние полчаса наш опрос на тему ощущения вашего лично, ну, или там вашей тещи, или ваших близких и друзей по ситуации с заканчивающейся Олимпиадой. 5-5-3-3-3-10. Т-1. Все страшно-страшно здорово. Все прям хорошо. Т-2. Нехорошо это. Ни по внешке, ни по внутренне, ни по тому, как это было отстроено. Ну, вот просто очень беспомощно, с моей точки зрения, лично выглядело то, как наши спортначальники уже все прекрасно понимали, отстроили действия в рамках уже объявленной войны. И, в общем, поэтому можно понять, что оно так и получилось. Потому что кто дает на себе ездить, того и нагружают. А как? И, наконец, Т-3. Ай, без ним. Ай, не мое это дело. И не наше это дело. И вообще, отстаньте от меня с этим всем. Ну, тут пусть голосуют за Т-3 и все, для кого это все Рашка, с которой его, да, или Раша. Она не наша, которая и вообще все те, кому это все по барабану. Потому что, ну, они де-факто уже не в стране и давно уже не в стране, по большому счету. Да и не важно. Потому что, если страна интересует, то никак. Если вообще просто обидно за нее там. Или, наоборот, какие-то эмоции и инстинкты. То отстраниться от этого и быть спокойным, как удав. А вот предлагается Т-3, это оно. Я не знаю. Я бы не смог. Ну, мало ли чего я не могу. Я вообще мало чего могу в этом мире. Вот никак не могу расслабиться и получать удовольствие в таких ситуациях. Глупо, наверное, потому что. Итак, вернемся к нефтяной отрасли. В частности, мы сейчас говорили об АЗС, о продаже АЗС, о покупке, о производительности труда. Не с тем, чтобы вообще призвать, там, передать какую-нибудь госкорпорацию или частную работникам вести ФМ. Или кому-нибудь еще. Ну, с тем, чтобы просто понять, что там на самом деле происходит. Крайне любопытно. Доля управленческого аппарата в корпорациях. Ну, это же интересно. Вот сколько всего занято в головном офисе? В Луколе 2500 человек примерно. В Роснефти 4900. Много это или мало? Ну, в Эксенмобил 4000. В Шелле 3300. В Ридж Петролиум 4500. В Шеврон 3500. А сколько людей в компании занято? В Роснефти, как мы помним, 295800. В Луколе 105500. В Шевроне 55 с копейками. 74500. В Бридж Петролиум 89000. В Шелле Эксенмобилс 72700. Ну, намного меньше. В процентах это означает доля занятых в центральном офисе. В процентах от общего числа работающих. Шесть процентов в Эксенмобил и в Шевроне. И в Бридж Петролиум 6 процентов. Можно считать прям за образец. Четыре процента в Шелле. От численности компаний. А в Роснефти и в Луколе по два процента. Только это по два процента от значительно большего количества людей. От большего на порядок. В разы. Так что эти два процента не сильно радуют. Добыча. Ну, у Роснефти миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки 5,3. У Лукойла 2,2. У Шеврона 2,6. У Бридж Петролиум 3,2. У 3,6. У Шелла 4,1. У Эксенмобил. Как-то это все так в порядке. Несмотря на разницу стратегическую в числе работников. И, наконец, добыча на одного занятого в центральном офисе. Очень мило. Тут близко. Один и один в Роснефти. Один в Эксенмобил. Один и один в Шелле. У Лукойла 0,9. А у Шеврона 0,7. Тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки на человек. То есть, огромное количество занятых в самой компании. И это вызывает все-таки вопросы. Очень большой вопрос. Трудовые ресурсы отягощают нашу компанию сильно. Роснефт вошла в бизнес индийская Эссара. В августе 2017 года закрыли первую часть сделки. Приобрели 49 дробью процентов акций индийской компании. Аффилированных с ней компаний. Еще 49,13 сотых Эссар Оил Лимитед приобрел консорцию международных инвесторов. Включая самые разные международные серьезные компании. Роснефть приобрела помимо НПЗ в один арх 20 миллионов тонн переработки в год. И глубоководный порт. Еще и сеть из индийских заправочных станций. 3500 станций в Индии. Это серьезный прорыв на мировом рынке. Хотя сделка отчасти рискованная. Поскольку отмена регулирования ценообразования на розничном рынке в Индии проводится поэтапно. Она не доведена до конца. Ну да, рынок взрывной, растет. Перспективы продажи там нефтепродукта очень серьезные. Может стать эффективнее. Поэтому рискованная. Но перспективная. Считается, что к 2040 году Индия будет потреблять в четверо больше нефтепродуктов, чем сейчас только по автомобильной отрасли. Вот Международное энергетическое агентство утверждает так. Газовая индустрия. Ну тут выход на последнюю милю на экспортных рынках. Это прям притча в языцах. Газпром несколько десятилетий пытается выйти на потребителей. Так ему этого не позволяют власти. Причем, ну это же страшная битва против Газпрома. Потому что чего это у вас одна компания добывает, транспортирует и продает газ? Вообще германский, итальянский, все остальные партнеры Газпрома в Европе ничего ему существенно по сделкам обмена активами не дали до сих пор. А в 2014 году еще это обстоятельство как-то вскрылось по отягощению наших компаний трудовыми резервами. Большинство нефтяников в России к тому времени перешли на аутсорсинг. Они избавились от своего сервиса. А Роснефть вынуждена была, вынуждена пойти в обратном направлении. Западные санкции, и она стала консолидировать сервисные предприятия в своем корпоративном периметре. Потому что на аутсорсинг не перейдешь. Ну не дадут тебе обслуживание. Хоть сдохни. И сегодня около 60 тысяч работников Роснефти, это сервисные подразделения и компании, которые Роснефть обрела в последние годы. 60 тысяч из 295. Можно ли от этого было избавиться? Нет. Минута погоды. Не так все чудовищно с нашей нефтянкой, потому что производительность низкая, понятно. Но такую вещь, как вынуждено движение против мировой тенденции в рамках сервисных подразделений, для той же Роснефти на 60 с лишним человек, а то и больше, вы ничего не сделаете с санкциями. И это очень и очень надолго. И чем больше будет санкций, тем больше мы вынуждены будем развивать у себя внутри то, что никто в мире давно уже у себя внутри не отстраивает. Условно говоря, мясорубку свою не одолжат соседи, ни за какие деньги не одолжат. Все это снижает основные цифры. Но это реальность, в которой управление экономикой и управление реальным сектором, а мы сейчас говорим о реальном секторе, неважно, это железнодорожники, это нефтяники, газовые. Но оно отличается от бухгалтерского подхода. Потому что если по бухгалтерии, всех надо гнать. Вот вы берете, ну это как с образованием, там цифры, ваш рейтинг никакой. Вы не печатаетесь в международных журналах. Приходите вы к оборонному какому-нибудь институту, к ядерному, да, или... И он не печатается. А он не печатается, ему вообще запрещено, их сажать надо, если они печатаются. А по рейтингу Минобр, ну как, их надо разгонять. Надо же учитывать реальную жизнь. Вот по реальной жизни я и зачитал данные из таблички по руководящему сектору, сколько в офисах работает. И оказывается, вот здесь никакой разницы на порядок нету у наших компаний и у американцев. Субтитры сделал DimaTorzok